Приветствую вас, надо сказать, что с точки зрения психологии, ситуация, которую вы описываете, выглядит так, как будто вы стараетесь соответствовать определенным нормам, стараетесь соответствовать определенным правилам, стараетесь соответствовать определенным стереотипам поведения, стереотипам отношения, стереотипам взаимодействия между людьми. И когда ситуация происходит так, когда случается так, что происходит что-то нестандартное, вас сразу возникает вот это вот чувство, что вы делаете что-то неправильно, чувство, что вы поступаете как-то неправильно, хотя на самом деле неправильного в этом ничего нет. И вот эта вот склонность, вот эта вот склонность, это желание следовать нормам, это привычка следовать устоявшимся шаблонам поведения, шаблонам взглядов и прочее, и не дает вам никакого. То есть вы даже вот свою арендацию, да, называете нормальной, но ведь не существует нормальной и ненормальной арендации, существует ровно та арендация, которая есть у человека и всё. Вряд ли вы будете с этим спорить. Нет, вы конечно можете, конечно можете с этим спорить, да, но к чему вы придёте в результате этого, на мой взгляд, большой вопрос, да, вот. Поэтому, здесь вот, собственно, то, что я могу вам сказать, вот, здесь то, что я могу вам ответить. То есть, момент, момент, именно момент, именно такой, что вы пытаетесь соответствовать каким-то вот определённым правилам, что, конечно, не получает угас, потому что человек и человеческие желания, человеческие потребности не очень часто выходят за рамки и за пределы того, что, ну, описывают и раскрывают шаблоны, привычные шаблоны. Поэтому, неуверенность в себе, недоверие своим желаниям, своим чувствам, сомнения в них, страх осуждения, возможно, страх неодобрения и является тем, что вас больше всего напрягает и беспокоит, на мой взгляд, в этой истории. Ну, ну, вот, в истории, в истории, которую вы описываете. И, соответственно, мнение других людей для вас, судя по всему, ну, крайне не пустой звук. Кхм. 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 К у меня нет других людей, оно очень ограничено для вас. И если вам что-то нравится, и если никому нет вреда от того, что вы делаете то, что нравится вам, и вреда объективного, который можно проследить, а не который видит только сам человек, то в этом абсолютно ничего плохого нет. Но, я уверен, что вы это и сами знаете. Значит, волнует вас, скорее всего, что-то другое. Либо это страх осуждения, либо это чувство неполноценности, либо это, ну, такое, знаете, нежелание выделяться. Что-то вот когда, например, вам в детстве говорили, что выделяться это плохо, да, что не выделяется, и всё у тебя будет нормально, что будешь выделяться, и будут у тебя постоянные проблемы какие-то. И вы, собственно говоря, ну, вот, не хотите выделяться, да, не то, что вы боитесь, но и неуютно вам. Опять же, вот, вы говорите о своих определенных действиях. Определенные действия, ваши определенные действия, они ведь имеют какую-то цель. То есть, если вы смотрите на женщин, там, и так далее, и если вы смотрите, допустим, что бы вы могли взять для себя из того стиля, образа, что вам представлен, то это одно. Я не думаю, что женщина может научиться быть женщиной, смотря только на мужчин, потому что мужчины не могут дать ответ на то, как быть женщиной, вот, именно такой самый-самый-самый прямой и грубый ответ, да. Только женщина может показать, как это может быть, то есть, мужчина может дать почувствовать, может дать почувствовать женщине, себя женщиной, но другая женщина может показать, им именно показать, каково это ею быть. Мужчина на это не способен. Поэтому, это нормально в этом случае, что вы смотрите на женщин и пытаетесь найти в их образах что-то для себя. Другой вопрос, принимаете ли вы свой вопрос текущий, как вы к нему относитесь, если вы не принимаете, то то, что вы делаете, конечно, больше дает вреда, нежели в пользе, но это уже детство деталей. Вот. А с другой стороны, с другой стороны, ситуация складывается так, что вы можете смотреть на женщин с интересом, с сексуальным интересом, эротическим интересом, любовным интересом и так далее, да. И в этом случае, опять же, можно говорить о том, что вы не то, чтобы нормальной ориентации, а вы, вы-то нормальная ориентация. Вопрос в том, насколько вы принимаете и признаете ее, свою ориентацию. Многие люди бисексуальные, они направлены на противоположного партнера или на своего. Наконец, вы, возможно, ищете женщину для дружбы, для какой-то коммуникации, для какого-то взаимодействия, возможно, это даже наставничество, возможно, это наоборот, ученица, возможно, это что-то еще ищете. То есть, вы не раскрываете то, с какой целью и какие ощущения у вас пораждаются при взаимодействии непосредственно с теми вещами, которые вы описываете в своем сообщении. Вы говорите, вы спрашиваете о том, нормально ли это, то, что вы это делаете. Мне хочется задать вам встречный вопрос. Вот вы спрашиваете, нормально ли это. Хорошо, но если вы допускаете, что мы, те, кто вам ответит, реально, можно сказать, нормально ли это или нет, то отдаете ли вы себе отсчет в том, насколько, насколько зыбка, неуверенная, непрочна, хрупка ваша жизненная позиция, насколько тяжело и трудно вам полагаться на саму себя. Вот мне кажется, что надо бы на это обратить вам свое внимание. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.